Пятый вопрос. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантии безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности Украины? Что это значит? Для чего этот вопрос? Бред. Потому что в этом Будапештском меморандуме является право Украины обращаться в Совет Безопасности ООН. Украина уже много раз обращалась в Совет Безопасности ООН. То есть это не о чем. Это просто поговорить о том, что Зеленский защищает национальные интересы. Вообще манипулятивно. Единственная вещь, которая там является действительно опасной, это то, что просто вот этот институт референдума, он гальванизируется. Между тем в Европе и вообще в мире крайне редко используют референдум. Это очень редкий способ управления. Единственная страна из 200, ну из 197, которые существуют на планете Земля, если там с зависимыми территориями, там больше 200, 207 или что-то. Ну пускай 200, да. Из 200 стран единственная страна, которая использует на сегодняшний день референдум на регулярной основе, это Швейцария. Все остальные не используют. То есть почему Швейцария? Швейцария это такая страна, где, знаете, там есть такой анекдот. Швейцария, кстати, расскажу, может это интересно. Подходит новый русский к окошку швейцарского банка и так тихонько стучится. Блин, мне нужно положить 5 миллионов долларов на счет. Ну а работница ему отвечает, да вы говорите громко, у нас в Швейцарии быть бедным не стыдно. То есть это такая страна, где, собственно говоря, ну миллион почти не деньги. И, соответственно, в этой стране можно проводить референдум, не боясь подкупа, например. Вот. И это страна, которая имеет 700 лет истории в своих кантонах, в своих общинах. Есть огромный опыт контроля общественного друг за другом и вообще за государственными институциями. То есть там вот эта прямая демократия, которая пришла там еще из военной демократии, то есть она устоявшаяся, работающая. А в Германии, например, нет. В Германии запрещены после Гитлера, вот по состоянию на сегодняшний день, категорически не проводится общенациональный референдум. То есть они как по факту запрещены, как манипулятивные и как таковые, которые заведомо фальсифицированы. Разрешаются референдумы на локальном уровне, там по поводу остановок, по поводу курения, по поводу там еще чего-нибудь в местных общинах. То есть о чем это? Это о том, что даже такая развитая страна, как Германия, достаточно богатая, она боится референдумов как способа манипуляции со стороны власти. А Зеленский сразу сход дает пять вопросов, за две недели разберитесь в этих вопросах. Еще раз подчеркиваю, в Британии два года шло обсуждение референдума о выходе в Шотландию. Очень простой, кстати, референдум, потому что выход, не выход. Они объясняли, что будет означать одно, что будет означать другое. Вот они быстро провели референдум по Брекситу, кстати. И результат мы видим, до сих пор Британия не может это все выхаркать, извините. Результат этого референдума по Брекситу. То есть, можно сказать, что референдум – это очень неэффективный метод в действительности. Гораздо более эффективным методом является выбор. Потому что если какая-то политическая сила поддерживает одну идею или другую, пускай она с этой идеей пойдет на выбор. И попробует в этих дискуссиях жестких, попробует отстоять свою точку зрения. Поэтому референдумы, их попытка легализации Зеленским, такая легкомысленная попытка, это очень нехорошая вещь. Особенно учитывая все имитации референдумов, которые были в Крыму и на Донбассе. И второй вопрос, который вставили там, кстати, вторым. Это о зоне свободной торговли, о свободной экономической зоне на Донбассе. И Зеленский, я посмотрел в интервью, он это обстаивает, он считает, что это очень правильное решение. Между тем, нужно было спросить людей, ну, скажем так, не манипулировать этой идеей, а спросить людей прямо, поддерживаете ли вы, чтобы Украина оплачивала пенсии, зарплаты, восстановление Донбасса, не получая оттуда ни копейки. То есть, у людей прямо спросить, вы поддерживаете, чтобы вы платили за восстановление Донбасса, чтобы вы платили пенсии тем людям, которые вышли на пенсию на Донбассе, но за это ничего не получают в обмен. Мне кажется, что ответ тут достаточно был бы очевиден. Но Зеленский это все свободной экономической зоной, свободной прикрыл вот эту все неприкрытую фальсификацию. Вот, поэтому то, что сейчас происходит, это, ну, мы видим, что просто многие политические элиты понимают, что Зеленский это президент одноразовый, вот, и сейчас будут перестраиваться на какие-то другие, формировать какой-то другой порядок дня. Соответствующий документ появился на сайте парламента. Значит, уже СМИ писали заголовки «Слуга народа готовит провокация на местных выборах». О чем идет речь? А речь идет о том, что, значит, правящая партия планирует отменить второй тур местных выборов. Буквально на днях вчера уже некоторые спикеры от «Слуги народа» заявили, что они не будут голосовать за этот законопроект, и он даже не будет вынесен на рассмотрение парламента. Но тем не менее, значит, автор документа, нардеп от «Слуги народа» Татьяна Грищенко внесла законопроект, в котором предлагается отменить второй тур президентских выборов, отменить второй тур местных выборов. Значит, в пояснительной записке на сайте парламента речь идет о том, что, значит, Грищенко говорит, что нынешняя ситуация требует кардинальных шагов, а вторые туры выборов никуда не денутся, их можно провести и после карантина. При этом никто не знает, когда этот карантин закончится и как будет развиваться ситуация с коронавирусом вообще, не только в Украине, но и в то же время, мы уже с вами говорили, что ее патрону Владимиру Зеленскому карантин не помешал проводить разные опросы и создавать дополнительные риски по эпидемиологической ситуации в целом в Украине. Что это за игра «Слуг народа» и насколько реально, что могут отменить второй тур местных выборов? Ну, они уже отхрестились от этого. Идея скандальная. Идея связана с тем, что в крупных городах, а у нас вторые туры именно в крупных городах происходят, нигде ничего зеленым не светит. То есть вообще ничего. То есть они выигрывали год назад, получается, ну чуть-чуть больше, год с небольшим, годы-три месяца. Выборы, они просто ставили какого-то, ну, кого-нибудь зеленого. Они бы поставили просто собаку, на нее ленточку навязали, и она бы получила результат, победила бы на выборах. То есть они получали вот так, а сейчас они ставят своих людей, и везде они пролетают. И вот понимая то, что в мэры больших городов они совершенно не проходят, они пытались вот такую интрижку сделать и посмотреть, как на нее отреагировали люди. Ну, конечно, это и в мире, и у нас воспринято как просто журничество. Ну, поэтому они от этого всячески исчезают все-таки. Вы имеете в виду, что будут ориентироваться по ситуации? Я думаю... В зависимости от того, что получат в первом туре? Нет, они не смогут провести эту историю. Не смогут. То есть нужно собрать парламент, да? Во-первых. Во-вторых, это скандал. То есть вы проводите какой-то опрос, вам совершенно не нужно никому, нагоняете кучу людей. А провести нормально выборы, которые у нас по Конституции, по закону, вы не можете. Поэтому это бы рассматривалось просто как журничество. Ну и общество. И вообще поставило под лезитивность всю эту зеленую конструкцию. То есть тем, какие мэры, даже какие есть, ну там в Днепре, мы видим, что, например, у Филатова такая, очень резкая по отношению к Зеленскому, очень резкая такая история, связанная с тем, что он не... Ну, короче, вербальный конфликт. Он, может, далеко не всегда настоящий, но вербальный он существует. И там Победа, потом в других местах. Вот во Львове, например, Зеленский фактически своего кандидата Садового замаскировал как угодно. То есть он Садовой сейчас по факту кандидат Зеленского. Он в первую очередь свой, но Зеленский от неимения ничего лучшего. То есть они ему всячески помогают сейчас. Поэтому, скорее всего, мы получим интересный результат выборов. Но выборы эти очень проблемные. Они проблемны чем? Тем, что обещали пропорциональную систему с открытыми списками, по факту с закрытыми списками. По факту ничего не поменялось. Точно так же покупаются места в списках, как и раньше. То есть никаких фундаментальных изменений не прописали. Опять жульничество. Опять те люди, которые вопили об этом законе, они написали то, что им нужно было, а не то, что нужна обществу. То есть жульничество по сути. Ну и потом, что сейчас Зеленский делает с землей. Он рассказывает, что он передаст землю местным громадам, которые смогут ей распоряжаться. А как распоряжаться? То есть необходим срочно закон о том, что распоряжение этой землей исключительно за результатами аукционов. У нас бы тогда местные бюджеты резко получили колоссальные ресурсы, а желающих идти в депутаты было бы раз в пять или в десять. То есть вот такую элементарную Д-коррупцию, ну, как скажем, такое антикоррупционное действие, они не могут провести. Очень элементарное и простое. То есть зачем бы думать что-нибудь, если есть такая простая элементарная вещь. Да, они будут делить эти деньги, которые им придут, огромные колоссальные деньги, на места, но уже так, чтобы просто, когда эти деньги будут уже вырывать непосредственно из бюджета, это будет совсем другая история. Сейчас просто землю распределили, ну, как вот эти схемы, которые рассказал голова вот этого Держ-Кадастру, Держ-Зем. Он рассказал, что пять миллионов просто пропали. Повыписывали на кого угодно, то есть на людей по два гектара, руководясь каким-то безумным совершенно положением земельного кодекса, которое никогда не работало, и нам с вами никогда не дадут никаких двух гектаров. А они позаписывали, что на этих людей повыделяли там по десять, по двадцать, по тридцать на каждого по эти два гектара. И такие схемы по всей стране, выстроены. Абсолютно жульнические схемы. Поэтому я думаю, что, конечно, не нужно... Нет государственнической силы пока что. У нас руководят страной те люди, которые страну рассматривают как дойную корову. Не любят ее. Вот в чем вся проблема. В чем проблема вот этих тридцати лет, что у нас все время практически избирались люди, которые не любят страну. Субтитры создавал DimaTorzok